В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах этого выпуска. Огня не боится. Чем раньше утепляли фасады зданий и как обстоит дело сейчас? Защищены ли школы и детские сады от возгораний? Мы узнали от специалистов. Новые площадки для развития профессионального мастерства. В Самарской области стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Россия. В этом году он пройдет на базе обновленных мастерских в колледже губернии. Абсолютно здоровый картофель, то зачем охотятся крупные хозяйства и простые дачники? Вовсе не мираж. Посадочные материалы на безвирусной основе и новые сорта выводят самарские ученые. Предложениями по привлечению в Самарскую область талантливой молодежи готовы поделиться победители федерального конкурса «Лидеры России». С 15 по 19 марта они проходят в регионе стажировку по программе президентской академии «Ранхикс». Как команда лучших управленцев страны оценивает потенциал Самарского края и какие направления работы определила как приоритетные? Ответы у Георгия Федорова. Три месяца они знакомились с Самарской областью заочно. Изучали рынок труда, систему высшего образования, возможности для активной жизни, культурного отдыха, карьерного роста. Пришло время оценить ситуацию изнутри и сформировать идеи по ее улучшению. На это у финалистов федерального конкурса «Лидеры России» есть неделя. Проблема, которой они занимаются, актуальна сегодня почти для всех субъектов. Талантливые абитуриенты, выпускники вузов и молодые специалисты часто уезжают в столичные регионы. Губернатор Дмитрий Азаров дал старт стажировки и озвучил уже действующие меры по сохранению ценных кадров. Молодых специалистов поддерживаем ежемесячными выплатами по самым востребованным профессиям территории региона. Хочу сказать, что мы активно работаем и с работодателями по подготовке, переподготовке кадров, ну и конечно же по ранней профориентации. Наш опыт работы в этой сфере привлек внимание и федерального правительства. Но, конечно, мы понимаем, что этого недостаточно. И очень надеемся на вас, что вы нам подскажете и иные инструменты, механизмы. По оценке финалиста лидеров России Александра Кузнецова, в последние годы в Самарской области действительно делается многое, чтобы удерживать и привлекать талантливую молодежь. Помимо уже озвученных мер, это обучение и поддержка одаренных детей, создание высококвалифицированных рабочих мест, строительство социальной инфраструктуры, развитие транспортной сети. Для нас это был определенный вызов. Что такого нового мы можем еще предложить? Такие идеи нами были успешно найдены. Сейчас нам предстоит более детально их проработать. Бизнесу нужны определенные кадры, но эти кадры не готовятся в должном количестве, по должным специальностям на территории, потому что у вузов нет такого запроса. Ну и, соответственно, вот эта вот система, как нужно, сейчас не работает. Вот в том числе наша задача сделать именно такую площадку, информационный ресурс, наладить это взаимодействие. Один из проектов, призванных повысить привлекательность области, как престижного центра высшего образования, создание межвузовского кампуса. Это не столько здание, сколько организационная площадка для учебы и занятий наукой. Проект может быть реализован за счет уже имеющихся площадей и ресурсов. Кампус является частью системного решения, которое разрабатывает наша группа. Мы хотим сделать так, чтобы ребята могли проходить образование в этих институтах на территории Самарской области, причем в одном месте, в разных институтах. Получать дипломы лучших университетов, при этом работать с местными работодателями, проходить здесь практику и не уезжать с самарской земли и оставаться в дальнейшем на работе. На данный момент участниками региональной стажировки уже сформированы несколько предложений. В ближайшие дни им предстоит проработать алгоритмы их реализации. 19 марта проектные идеи будут представлены правительству Самарской области. Каждый день управленцы изучают центры притяжения молодежи, знакомятся с работой вузов, общаются с молодыми учеными, министрами и экспертами. Георгий Федоров, Александр Каракулько, Новости губернии. Губернатор Дмитрий Азаров сегодня провел встречу с почетным гражданином области Максимом Борисовичем Аводенко. Герой соцтруда в бодром здравии сам приехал в правительство обсудить с главой региона насущный вопрос. Меньше месяца остается до знаменательного события. 60-летие со дня первого полета человека в космос. Самара неофициально считается столицей космонавтики. И немалую лепту в создание космической индустрии внес Самарский металлургический завод, которым долгое время руководила Аводенко. При проведении памятных мероприятий Максим Борисович предложил отметить роль металлургов и вспомнить всех жителей губернии, кто принимал непосредственное участие в создании ракеты-носителя. Кто помог создать Куйбышеве эту технику, в том числе и ракеты, и какие ученые. Важно, что Куйбышев или Самара являются столицей. И вот праздник подходящий, конечно, его надо будет отметить. Я думаю, вы наметите, да? Да, планы есть. Да, чтобы сделать, чтобы люди еще раз вспомнили. Дмитрий Розаров пообещал обязательно учесть предложение, отметив, что 60-летие первого полета человека в космос совпадает с еще одним значимым юбилеем года – 170-летием Самарской губернии. Насыщенные праздничные мероприятия будут проходить в течение всего 2021-го. Поэтому смотрим, может быть, мы еще и в летний период какой-то дополнительный проект запущим, потому что весь год, собственно говоря, юбилейный. Чтобы на площади Куйбышева, например, около Самары арены, стадиона нашего, здесь какие-то провести тоже мероприятия уже праздничные, просветительские. О героях нашего времени. Всеми силами они пытаются победить коронавирусную инфекцию. По всей стране проходят акции, чтобы хоть как-то поддержать, порадовать медиков, которые находятся на передовой. Выздоровевшие пациенты приходят к врачам с искренними словами благодарности. Об одном таком случае в нашем материале. Евгения Леонтьевская с первого дня работы ковидного госпиталя борется за здоровье пациентов с коронавирусной инфекцией. Не отходит от них ни днем, ни ночью, забывая об отдыхе. Морально, конечно, было тяжело. Было тяжело с точки зрения врача, потому что, опять же, это была новая инфекция, с которой неизвестно было, что делать. А с точки зрения пациентов это также было им тяжело. Самарская городская больница номер 6 стала одним из первых госпиталей в регионе, которые развернули для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В основном это были люди молодые, трудоспособные. В общем-то, болели они относительно не тяжело. Потом стали пациенты поступать более тяжелые. Этот период был сложный. Год мы отработали в условиях, непривычных для нас, даже для инфекционистов, работая в средствах индивидуальной защиты, в противочумных костюмах. За год здесь спасли сотни жизней. Через инфекционный госпиталь прошли 4,5 тысячи пациентов. Одним из первых был Денис Кистринь. Вернулся из-за границы, ощутил недомогание, слабость, подскочила температура. Его разместили в отдельной палате. COVID-19 подтвердился. Затем были 10 дней в реанимации. Теперь от души благодарит очаровательных спасительниц. Справились вместе. Медики – это просто колоссальная работа. Я им бесконечно благодарен. То есть это, ну, конечно, без лишнего пафса, действительно, это был подвиг. Это за мной смотрели, за мне, в общем-то, ну, как я понимаю, делали все возможные процедуры. Сейчас коронавирусная инфекция не пугает неизвестностью. Медики изучили ее, научились с ней бороться. Но также напоминают о необходимости продолжать носить маски и о массовой вакцинации. Татьяна Пудова, Новости губернии. Несмотря на постепенное уменьшение числа заболевших коронавирусом, борьба с опасной болезнью продолжается. Ее ведут в том числе и самарские студенты, будущие врачи, помогая более опытным коллегам в ковид-госпиталях. К годовщине начала пандемии молодые люди провели необычный флешмоб. Подробности далее. Самарские студенты-медики задумали и исполнили необычный флешмоб. На годовщину начала борьбы с коронавирусом они выстроились у стен своего университета, составив надпись «Вместе справились». Каждый внес свой вклад в преодоление пандемии. Постановка инъектов внутримышечных и внутривенных и, конечно же, сопровождение врачей. То есть мы проходили на осмотры вместе с ними и смотрели все случаи. Я надеюсь, что мы помогли людям в такое сложное время. Молодые люди совмещали работу в ковид-госпиталях с получением вузовской практики. Многие начали с этого карьеру врача. Я посчитала, что хочу пойти работать в больницу медсестрой. Это интересно, как мне кажется. У нас в основном поступают дети с ОРВИ, бронхитами, ларингитами. Это наша направленность. Но бывает, конечно, попадаются у нас с коронавирусной инфекцией, потому что это не избежать. За год почти 2000 студентов прошли практику в поликлиниках и на станциях скорой помощи. Кроме того, более 1000 ординаторов работали в ковидных госпиталях региона, а также помогали врачам в составе терапевтических бригад. Светлана Стрябкова, Леонид Кошман, Новости губернии. Не подожжешь, даже если захочешь. Как обеспечить пожарную безопасность зданий? Вопрос, которому проектировщики и строители уделяют огромное внимание. Особенно, если речь идет о школах, больницах и учреждениях культуры. Можно ли вообще исключить возгорание? В особенностях технологии разбирались наши корреспонденты. Сейчас будет происходить уравнивать температуру, после которого... В этой лаборатории тестируют все виды утеплителей, проверяют сертификаты на огнестойкость. Теплоизоляционным материалом покрывают все здание, а значит, если он горит, то даже от высотки за считанные минуты могут остаться только обугленные стены. Сотрудники лаборатории – ведущие, ученые региона. Именно они на всех этапах контролируют строительство школ, больниц и других социальных объектов. На стадии проектирования все проекты проходят экспертизу очень тщательно. Дальше, после того, как, как говорится, проект прошел экспертизу, поступает уже непосредственно к застройщику. И на этапах строительства, конечно, контроль должен осуществляться. Дальше приемка зданий, чтобы не было подмены именно материалов, тех, которые были заложены в проекте. Сегодня здания утепляют в основном снаружи. На рынке предлагается масса материалов. Однако в нашей стране разрешено использовать только огнестойкие, например, базальтовое волокно. Его применяют во время работы в социальных учреждениях. Согласно новым нормам проектирования, для общественных зданий использование горючих материалов вообще запрещено. В основном утепляем базальтовые минваты, то есть это материал не горючий. Базальтовая минвата начинает плавиться только при температуре 1000 градусов Цельсия, но все равно не горит. При этом она очень хорошо держит тепло, недорогая в производстве и экологична. Руслан Шарипов, Константин Макаревич, Новости губернии. Самарские ученые обеспечат аграриев безвирусными семенами картофеля. Ежегодно поставлять 10 тысяч мини-клубней и столько же растений – такая задача поставлена специалистом НИИ имени Тулайкова. Работа ведется в рамках программы развития селекции и семеноводства картофеля. О сути проекта – материал Сергея Павлова. Селекцией второго хлеба НИИ Тулайкова занимается более 25 лет. До последнего времени ученые получали первичный материал из Всероссийского института картофельного хозяйства имени Лорха и адаптировали для самарского агроклимата. Сейчас же самостоятельно занялись созданием новых сортов. Не просто скрещивают мам и пап, а производят мини-клубни на безвирусной основе. Из пробирок малышей переводят на гидропонную установку. Картофельные деревья, так называются эти лотки, способны дать до 10 тысяч клубней в год. Чистый семенной материал способен раскрыть все качества сорта. Это и есть главная задача ученых в рамках областной программы по развитию семеноводства и селекции картофеля. Наша задача постоянно вести оздоровление этого картофеля и давать сельхозтоваропрозводителям чистый безвирусный материал. На какой-то период времени они обезопасят себя от вирусов и будут получать раскрывшийся полностью потенциал того или иного сорта, который они используют. Не одним вторым хлебом живы у специалистов института недавно появился еще один полезный для аграрии девайс. С помощью этого прибора можно провести функциональную диагностику растений. Фотокалориметр показывает концентрацию питательных веществ в сельхозкультурах. Прибор оценивает не их содержимое, а потребность побегов в элементах питания. Этот метод очень удобен. Для чего? Позволяет оценить состояние посевов, спрогнозировать урожайность, внести корневые и некорневые подкормки. То, что очень важно для аграриев. Прибор уже опробирован на практике, на том же безвирусном картофеле. Также его можно использовать в полевых условиях. На основе диагностики ученые могут дать необходимые рекомендации сельхозпроизводителям. Сергей Павлов, Константин Макаревич, Новости губернии. Работа найдется всем. В регионе центры занятости помогают безработным гражданам, потерявшим постоянный доход в период пандемии. За 2020 год трудоустроено почти 45 тысяч человек. В свое дело открыли 378. Долгожданную должность получила и жительница сельского поселения Ташелка. Подробности в сюжете. 35 километров до места работы для Екатерины Измайловой в прошлом. Из-за неудобного территориального расположения в 2019 году она написала заявление об увольнении. Хотя сама работа в администрации Ставропольского района нравилась. Затем сразу же встала на учет в центр занятости. Получала повышенное пособие по безработице и доплаты на каждого ребенка по 3 тысячи рублей. Говорит, это хорошая финансовая поддержка в период пандемии. Так как найти подходящую лакансию в этот период было непросто. Чуть больше года. И вот должность ведущего специалиста по муниципальному и государственному управлению в администрации сельского поселения Ташелки. Рабочее место теперь в шаговой доступности. Работа мне нравится. Я вообще всегда любила работать. Люблю работать. С людьми люблю работать. Поэтому предыдущий опыт у меня был. В соцзащите я работала. Мы тоже непосредственно работали с людьми. И как бы здесь тоже мне нравится. Как у муниципального служащего обязанностей много. Для администрации Ташелки это первый опыт подбора сотрудника через центр занятости. Место освободилось. Мы дали объявление в соответствии с законодательством. Объявили конкурс и в центр занятости известили. И нам быстренько подобрали сотрудника и прислали. Грамотный сотрудник, образованный. То есть в дальнейшем посмотрим. Но я думаю через центр занятости она как бы подбирает кадры хорошо у нас. В Самарской области на конец 2020 года 46% от общего числа зарегистрированных безработных приходилось на граждан, потерявших работу после 1 марта. По поручению президента в марте прошлого года максимальное пособие по безработице было увеличено до 12 130 рублей. И 3000 рублей получали на каждого несовершеннолетнего ребенка. В Самарской области такую меру поддержки получили свыше 36 тысяч безработных граждан на 61 тысячу детей. Марина Парамошкина, Андрей Костомаха, Новости губернии. Друг, помощник и психолог. Сегодня во всем мире отмечают день социальной работы. В профессиональный праздник сотрудников одного из самарских центров соцобслуживания поздравили волонтеры. Подробности в материале Дарья Зотовой. Цветы, конфеты, теплые пожелания и песня. С такими подарками пришли волонтеры акции «Мы вместе». Во Всемирный день социального работника добровольцы поздравляют сотрудников Центра социального обслуживания. Мы подарили индивидуальный подарок каждому. Это коробка конфет и цветы. И самым, мне кажется, эмоционально приятным и ярким – это корзины с апельсинами. Потому что апельсины, оранжевый цвет является символом акции «Мы вместе». И в период пандемии мы все объединились. Именно в период пандемии мы начали сотрудничать и взаимодействие. И именно в период пандемии мы стали открыто говорить о том, что «Да, мы вместе». Волонтеры «Мы вместе» уже на протяжении года помогают пожилым и маломобильным гражданам. Акция проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования. Он инициирован президентом Владимиром Путиным. Добровольцы трудятся в больницах, устраивают праздники под окнами ветеранов, тесно сотрудничают с соцработниками. Наша служба сотрудничала с волонтерами. И они нам оказывали очень хорошую помощь, очень ценную доставку, в частности продуктов, на машинах. Потому что они нас поставляли до бабушки конкретно. А потом износили уже. С нами помогали разносить, потому что сумки были тяжелые. И вот они помогали нам разносить. В Самарской области за все время акции в ней приняли участие около 10 тысяч волонтеров, которые отработали более 127 тысяч заявок. И они продолжают свою работу. Звонки от одиноких пожилых людей принимаются на региональную горячую линию ежедневно с 9 утра до 6 вечера. На федеральную в круглосуточном режиме. Дарья Зотова, Сергей Костин. Новости губернии. В эти дни 142 года исполнилась уголовно-исправительная система России. В 1879 году император Александр III издал указ о создании тюремного департамента. Региональное ведомство появилось ровно через 15 лет. Сейчас в губернском УФСИН и его подразделениях работают более 4 тысяч человек. О людях геройской судьбы в нашем материале. Штурм Грозного зимой 94-го. Уличный бой. Вячеслав Иванаевский вовремя замечает засаду. Уничтожает огневые точки. Снайпер, пулеметчик. В результате его подразделение выполняет боевую задачу. Потом ранение и орден мужества. Сейчас бывший разведчик работает в Самарском институте ВСИН. Учит курсантов мужеству. Страх он вначале. Потом он куда-то уходит. Уже не думаешь, а стараешься выполнить поставленную задачу, оказать помощь своим друзьям. И, соответственно, именно страх уходит на второе поле. В свой профессиональный праздник Вячеслав Иванаевский получил еще одну награду за безупречную службу. Благодарность от губернатора вручил первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Яковлев. И таких героев, как Вячеслав Иванаевский, в институте много. Отбор сотрудников жесткий. Каждый из них проходит обязательную первичную подготовку в учебном центре, чтобы потом готовить профессионалов для всей страны. Мы готовим специалистов для работы в уголовной исполнительной инспекции, в исправительных колониях и следственных изоляторах на всей территории России. В этом году выпускаем выпускников для 24 регионов России. И в этом году также будет набор в 32 территориальных органов. Самарский юридический институт ВСИН готовит специалистов с 1994 года. По итогам трех лет работы он был признан лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» и награжден золотой медалью. Руслан Шарипов, Сергей Александров. Новости губернии. В Самаре стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills России. Молодые профессионалы, школьники, студенты, учреждения среднего профессионального образования в течение нескольких дней будут демонстрировать мастерство в различных компетенциях на 26 площадках. В этом году впервые будут задействованы и мастерские, оборудованные благодаря нацпроекту образования. Подробности у Владимира Маркина. Екатерина Рязанова в чемпионате WorldSkills участвует впервые. Студентка специальности парикмахерское искусство тщательно осваивает любимое дело. Вот и знания решила применить на более высоком уровне. Это и опыт, и возможность усовершенствовать свои навыки в условиях состязания с другими участниками, признается Екатерина. У меня это очень интересно, я люблю это дело, я это сразу поняла, как потомственный парикмахер. У меня мама парикмахер тоже. И предложили участвовать, я прошла отборочный тур и попала сюда, на этот конкурс. Атмосфера очень хорошая, помогает настроиться правильной будущей на работу. Своё умение и профессионализм студенты демонстрируют на новых площадках. Десять мастерских оборудованы в прошлом году в колледжах Самарской области благодаря нацпроекту образования, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Пять из них посвящены поварскому, швейному, парикмахерскому делу, а также графическому дизайну и гостиничному сервису в Самарском государственном колледже сервисных технологий. Все площадки оборудованы в соответствии с инфраструктурными листами агентства WorldSkills молодые профессионалы. Все они соответствуют высочайшим требованиям не только федеральным, но и мировым, поскольку задача движения WorldSkills молодые профессионалы – это достижение уровня профессиональной подготовки мировых стандартов. Чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia в Самарской области проходит с 15 по 20 марта на базе 26 образовательных организаций региона. Всего на конкурсных площадках более 600 человек. Многие призеры и победители в будущем становятся наставниками для студентов и школьников, а также волонтерами конкурса. Студенты становятся замотивированными для выступления на конкурсе. У них появляется интерес, они более уверены в себе, то есть они понимают, какие знания они получают, какой опыт для них это будет. Губернатор Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что в Самарской области многое сделано для развития региональной системы профессионального образования. В 2019-м, который был объявлен годом среднего профессионального образования, в ряде профильных учреждений проведены капитальный ремонт и переоснащение. Эта работа продолжается. Так, в этом году, благодаря нацпроекту образования, планируется оборудовать еще 8 мастерских в двух колледжах региона. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губерний. Год в эфире Ёж-ТВ. Это интернет-канал Самарской областной детской библиотеки. Толчком к активной работе в сети стала пандемия. Библиотекари превратились в ведущих, читают книги и создают поделки вместе со своими юными подписчиками. Как и кто снимает рубрики и какие возможности открыл интернет для библиотеки, узнали мои коллеги. Здравствуйте, наши дорогие ребята и уважаемые взрослые. И с вами снова наша рубрика «Читаем вместе». В роли ведущей Тамара Каргина, ведущей библиотекарь отдела обслуживания дошкольников детской областной библиотеки. Рубрика «Читаем вместе» – это небольшие видеоролики с чтением книг и обратной связью со зрителями онлайн. Какие-то внутренние, наверное, были моменты, над которыми надо было работать, не бояться камеры, смотреть в нее, чтобы получался контакт со зрителем. Потому что немножко по-другому идет чтение и общение с детьми. Это один из, наверное, главных моментов. Когда мы читаем на камеру, мы не видим живых глаз. Во время пандемии и самоизоляции Самарская областная детская библиотека быстро переориентировала свою работу в онлайн-формат. Основным способом общения с читателями стал ютуб-канал библиотеки с названием «Еж-ТВ». Ну это еще и ежедневная, как мы смеялись для ребят, то есть некая такая игра слов, ежедневное наше телевидение. В первую очередь мы, конечно, организовали регулярное общение с ребятами онлайн. Самое главное – это популяризация книг через онлайн. Помимо рубрик в интернете, в детской библиотеке организуют телемосты с читателями из других регионов, например, Республики Крым и даже других стран, русскоязычными читателями Австрии и Австралии. Сейчас библиотека работает в оффлайн и онлайн режимах. Мария Шпакова, Александр Каракулько, Новости губернии. Вакцинация в Самарской области идет полным ходом, а только в городской поликлинике номер 3 привелись уже более 2000 человек. Среди тех, кто решила обезопасить себя от COVID-19 и сотрудники театра «Кукол». О том, как проходит процедура и какие ощущения после, расскажет Елизавета Должикова. Вакцинация от коронавируса – это простой способ обезопасить себя и окружающих от опасного заболевания. Сделать прививку решила и директор Самарского театра «Кукол» Ольга Дикушина. Я бы еще сказала, что кроме того, что это забота о себе, о своем здоровье и ответственность перед своими близкими, это еще и некая социальная ответственность, потому что, например, у нас на работе уже привиты и режиссеры, и актеры, и многие сотрудники. Поэтому мне нужно было обязательно в том числе привиться, чтобы не представлять угрозу для своих сотрудников и для зрителей в том числе. Ольга Дикушина признается – ожидала более болезненных ощущений. А оказалась процедура достаточно простой. Записаться на прием, пройти первичный осмотр. Если пациент здоров и противопоказаний нет, можно делать прививку. После этого нужно побыть в поликлинике 30 минут под наблюдением врача. В городской поликлинике номер 3 вакцинацию прошли уже более 5000 человек. Человечество столкнулось с новой вирусной инфекцией. Она не вполне изучена, протекает. Она достаточно тяжело, особенно тяжело. Болеют люди, относящиеся к так называемым группам риска. Это больные с сахарным диабетом, люди взрослые, старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Появилась такая возможность защитить себя и своих близких. Вакцина двухкомпонентная. Спустя 21 день после первой прививки делается вторая. Записаться на процедуру можно в своей поликлинике или онлайн через госуслуги. Также по телефону горячей линии 122. Елизавета Должикова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Завтра в свет выходит свежий номер газеты «Волжская коммуна». Вот некоторые темы выпуска. О космических путешествиях для школьников, строительстве канатной дороги из Самары в Рождествено, а также о том, что ждет туристическую отрасль в 2021 году, рассказал руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов. Тольятти стала одной из ключевых площадок региона по привлечению частных инвестиций. Сколько откроется новых рабочих мест и в какие проекты будут направлены вложения. Самарский театр оперы и балета в конкурсе национального театрального фестиваля «Золотая маска» на новой сцене Большого театра. Наши артисты показали непривычный для этой сцены балет «Бахчисарайский фонтан». Как приняли самарскую труппу, подробнее об этом и не только, в новом выпуске «Волжской коммуны» от 17 марта. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!